На льду полярные волки из Якутска и Дюсыша из Каменска-Уральского. Для большинства из этих ребят нынешняя золотая шайба – первый серьезный выездной турнир. И сразу на Олимпийской арене, что вызывает у юных хоккеистов восторг и пробуждает спортивный азарт. У нас гораздо меньше стадион, чем здесь. У нас маленький, не такой большой. Здесь хорошо. Ну, конечно, непривычно, потому что у нас там другой лед. Это здесь более скользкие. Там у нас такое более жесткие. В этом году в Сочи ледовые состязания собрали максимально возможное число команд – 64. Кстати, впервые в этом году финальный этап соревнований проходит сразу в трех городах. В этом году Пермь, Смоленск и Сочи каждый возраст проводят в своем городе. Сочи – младший возраст. Самый, конечно, востребованный, самый популярный. Сегодня у нас было 68 заявок. К сожалению, только 64 места. И четырем командам мы вынуждены были отказать. Но такова система проведения турнира. Ребятам, которые соревнуются в Сочи, под 10-11 лет. И вполне возможно, говорят организаторы турнира, среди них есть будущие звезды. Ведь именно с золотой шайбы начиналась карьера большинства лучших представителей российского хоккея. Это самый популярный детский хоккейный турнир в нашей стране. За более чем 50-летнюю историю интерес к нему не угасает. Если в таких турнирах не участвуют, как человек будет расти? Само собой, дети, они должны расти. Когда они борются со своими сверстниками в таких турнирах. Одно дело там пройти город Пермь, области пройти. Другое дело выйти на Россию и уже на этом уровне играть. Кстати, в турнире участвуют и девчонки. В хоккей их приходит немного, поэтому приходится играть в составе команд мальчиков, которые младше на пару лет. Ну, получается забивать, получается догонять, отбирать. Папа говорил иногда, что я похожа, когда ворую шайбу, похожа на Павла Датсука. Это из команды, вот у нас же сборная Россия, это мой самый любимый игрок. Матчи золотой шайбы будут проходить в Сочи до 12 апреля. Каждой из 64 команд предстоит провести по 6-7 встреч. Три победителя младшей возрастной группы отправятся в декабре в Калининград на международный турнир имени прославленного хоккеиста Анатолия Тарасова. Ну, а соревнования для спортсменов постарше уже завершились в середине марта в Перми. Победу одержала команда «Полюс» из Владивостока. А для самых старших участников состязаний золотая шайба начнется только 14 апреля. В Смоленске на лед выйдут ребята 14-15 лет. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.